Пу-пу-пу, дисклеймер. Я не знала, ты, ты Макота, да? Господин Макота, наики, да? Господин? Господин? Вову. А ты в безопасности? Я так рад, и я вновь все это время. А я тоже хотела бы я знать, что с тобой все в порядке. То есть, я думала, что ты уже умер. О, Макота, я так рада, что ты жив. Как она воет и хватит. Я тоже рад, Камару. Я думал, что больше никогда не увижу тебя. Но я спокойно, узнав, что ты в безопасности. Эй, а как же папа и мама? Они с тобой? Понятно. Сука. Значит, ты тоже не знаешь. Я надеялся, что ты... Да-да, ты тоже не знаешь, но... Все будет хорошо. Не волнуйся. Я уверен, что с ними все в порядке, где бы они ни были. Но у тебя нет доказательств этого. Они могут быть... Нет никаких доказательств, что они не в порядке. Так что давай пока просто надеяться. Да, если ты так говоришь. Да, вот так. Забавно. Я никогда не думала, что услышу от тебя что-то подобное. Правда? Ну, быть позитивным, это как моя единственная хорошая черта. Но важнее другое. Где ты сейчас находишься? Что там происходит? А я нахожусь встанием под названием Башня Това. Мне сказали, что я смогу использовать здесь устройство связи. Подожди! Это напомнило мне, почему ты отвечаешь. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, я позвонила в основании будущего, почему именно ты ответил. Серьезно? Ты прям настолько тормоз. Ты... Ты правда не знаешь? Не знаю? О чё? Я из основания будущего, филиал 14. Это моё подразделение. Кстати, он же это сказал. Уже до этого. Тока? Это правда? Тока? Подожди, что? Тока там с тобой? Тихо. Что в тебя с этим проблемой? Ты исчезла? Все так волновались за тебя? Без моего коленись. Как будто я не сделала до того, что Интерн пропал. Ты же не знаешь, и я бы никогда не осталась над комиссией, особенно с господином. А значит, вы пошли без приказа. Ну, я так и понял, что именно это и произошло. Подожди, подожди, подожди. Вы того и знаете друг друга. А вот почему только знала обо мне с самого начала. Да, она не говорила тебе об этом. Разве нет? Нет, совсем нет. Да, это похоже на Тока. В любом случае, я рад, что вы вместе. Я просто с ней, потому что у меня нет выбора. То я плаксивая младшая сестра рыдает, когда остается одна. Так что, по сути, я просто не, я думаю, что это подготовить меня к будущей работе с господином. Эй, я не рыдала. Не слушай ее, Макото. Итак, где Бьякуя? Господин, безопасность, а безопасность и нам захвачен врагом. Как я и думал, данные основания будущего говорят о том же. Просто трубку не берет, что ли? А я просто не поверил. Я имею в виду Бьякуя в плену. Вероятно, он был захвачен врасплох какими-то полными трусами. Другого варианта нет. Сын благородной семьи Тагеми оказался в положении простого заложника. Похоже, ситуация довольно серьезная. Так серьезно, что мир рухнет. Окончательно обеспеченный потомством в опасности. Окончательно? О, да, Бьякуя только. Я были одноклассниками в Академии Пика Надежды. Подожди, ты не знала этого тоже? Нет, не знала. Но сейчас не самое время твоему брату все объяснять. Вот твой шанс. Теперь ты можешь показать свое полное объяснение перед комплексом брата. Теперь самое время брату объяснить. У меня нет комплекса брата. Я даже не знаю, с чего начать. Мы не были обычными одноклассниками. Мы были заперты в Академии Пик Надежды во время трагедии. А нас заставляли убивать друг друга, наших одноклассников. А многие из наших одноклассников в итоге убили друг друга прямо у нас на глазах. Даже спустя столько времени и воспоминания, и отчаяния, я все еще чувствую это. Это было не просто какой-то фильм, а ее игра? Это был не фильм. Это была реальность. Это произошло на самом деле. Нет, все транслировалось в прямом эфире, как часть трагедии. Организаторам всего этого хотелось распространить отчаяние по всему миру. Они хотели показать всему миру. Студенты Академии Пик Надежды, символы надежды, падают в отчаянии и смерть. Ну, в этот раз не вступишь в замечание. Да, но подождите, вы двое все еще живы, так что... Да, нам удалось победить организатора, спланировавшего игру убийства, и выжить. Конечно, мы не могли спасти всех. И после этого мы покинули Академию Пик Надежды и вышли во внешний мир. Но снаружи все оказалось ужаснее, чем мы ожидали. Было легко впасть в уныние. Или в отчаяние, скорее. Впасть в отчаяние, да. Но поддерживая друг друга, друзья, пережившие Ад вместе, мы выдвигались вперед. Двигались, скорее. Мы двигались вперед. А вскоре мы оказались под защитой основания будущего. Мы решили посвятить себя этому делу. А чтобы бороться с остатками отчаяния, которые все еще пытаются распространить отчаяние в мире. Правда, Тока? Нет. Тока, ты плачешь? Ну, конечно, да. Вспоминаю страдания и душевную боль. Это... Чего это она такой сопливой стала? А я вижу, я совсем не знала об этом. Я никогда не думала, что происходит что-то подобное. Я никогда не думала, что происходит что-то подобное. Но вы, ребята, такие замечательные. Я сразу сдалась. А вы, ребята, поборолись и противостояли проблемой. В чем проблема на мониторе была фотку его поставить? Как его там? Наверное, поэтому ты изменился. Во, Мохотова. Нет, не совсем меня всегда спасали все остальные. Почему вот эту вот картинку нельзя было там поставить? Ты так говоришь. Твой брат так разворачивался после того, как ему объявили последней надеждой. Он всегда тащил всех за собой. Так стремился к всему. Эй, я бы не сказал, что я был взволнован этим. Но ты не отрицаешь часть... Но ты не отрицаешь часть... Тащиеся за собой, да? Боже, полегче со мной. Мамако-то, ты определенно изменился. Ты тоже Камару? Что ты имеешь в виду? Тебе ничуть не изменился. Нет, правда. Ты действительно изменился. Наверное, странно говорить. Это твоя младшая сестря, но сейчас ты кажешься более взрослым. Только из-за разговора я могу сказать, что ты более надежен, чем раньше. Может, ты имеешь в виду более мужественный? Ну, я так не думаю. Но я совсем не изменилась с тех пор, как меня посадили в клетку. В тюрьму. В плен, не знаю. Слушай, насчет этого. Есть кое-что, за что мне нужно извиниться. Причина, по которой ты была заперта там, это из-за нас. Если бы... А, если бы мы не были выбраны организатором, вы бы не закончили так. Что ты имеешь в виду? Ты не единственная заключенная в ТОВе. С тобой и все, кто имел отношение к нашим одноклассникам. Почему он решил, что все прям в ТОВе? Чтобы заставить нас совершить убийство. А, ну да, все. Организатор похитил значимых для нас людей и пытался использовать их в качестве мотива. А нам удалось остановить его до того, как он зашел так далеко, но тема была убийство среди любимых. Организатор собирался заставить нас смотреть, как вы убиваете друг друга, чтобы мы действительно потеряли надежду. Видеозапись похищения вас, нашей семьи, также была использована в качестве мотива. Но это было только начало убийства. Планировал нечто более жестокое. В конце концов, организатор поглотил отчаяние, и этот мотив остался неиспользованным. Но даже после этого меня все еще держали в заточении. Вероятно, это происки остатков отчаяния, пытающихся воплотить в жизнь волю хозяина. Из-за них мы были в полном доведении о том, где содержатся пленники. Но несколько дней назад основание будущего получило анонимную наводку. Нам сказали, что пленники из игры убийства содержатся в определенной квартире в городе ТО. И они все квартиры подряд пошли смотреть. Так вот, почему бы я кое-что остальное были в моей квартире? Серьезно? План за тихо бунтующих малонетних сопляков и их машин? План по спасению пленников был отменен, и даже господин, главный герой, оказался в плену. Макота, ты уже... Макота, ты уже слышал, что те, кто выстраивали здесь беспорядки, это монокомы, верно? Которые почему-то больше, чем основной монокома. Так что, ты уже выяснил, как обстоят дела с этими монокомами. Нет, мы до сих пор этого не выяснили. О, боже, основание будущего бесполезно. А бунт моноком начался в то же время, что и спасательная операция. Странно. Как я уже сказала, это не совпадение, это заговор. Кто-то подставляет основание будущего. Как ты быстро переоблылась? Тогда это значит, что вершина была ловушкой, используя пленников как приманку, чтобы заманить нас туда. А пленники это просто приманка, а не мишени для игры в резню, в которую играют эти атронки. Игра резня? Они охотятся убивать пленников, чтобы подшутить над нами. Ага, подождите, это значит, что пленники это те, кто носит браслеты, как у меня. Это все родственники тех, кто был в первой части. Тогда Юда и Хирока, это человек с компьютером, они все в пленнике. Да мне дошло. Да эти близкие нам люди, люди, которые были заключены в тюрьме в Томике, теперь. Я понял. Камару, что ты сейчас сказала, это правда? Ты тоже участвуешь в этой игре резне? Да, они надели на меня браслеты, теперь меня преследуют эти странные дикты. Это... Сейчас мы договорим, я тебе объясню. Ни один из сопляков, который начал эту пленную игру, сказал на какое-то интересное ранее. Что ты старшая сестра Джунко. Джунко, ты имеешь в виду Джунко и Нашима? А, Джунко и Нашима? Она вдохновительница школы? Нет, она вдохновительница самой трагедии. У нее огромные сиськи. И огромные сиськи. А Джунко и Нашима известная как истинное абсолютное отчаяние. Она была нашей бывшей одноклассницей. Но разве вы не говорили ранее, что уже победили организатора? Да, Джунко и Нашима умерла, но, похоже, память о ней все еще жива и здорова. Даже после смерти, Джунко и Нашима продолжают оказывать влияние на остатки отчаяния. Она стала для них мученицей, и теперь от нее еще больше проблем, чем когда она была жива. Они как будто поклоняются, они какой-то большингородной богиней отчаяния, не что-то в этом роде. Мы победили ее в Академии Пика Надежды, но в последнее время я задумался. Она должна была предвидеть такую возможность с самого начала. Слушать вас, ребята, это просто... Я не могу поверить, что все это реально. Ну да, и большинский сиски действительно настоящие. Это-это-это я не про это. Ну, я понимаю, почему ты думаешь, что это все просто выдумка, сумасшедшие дети убивают взрослых, понимаешь? Здесь все так запутано. Макута, скорее иди сюда. Да, прям с ноутбука. Из-за браслета я не могу выбраться из города. Если я выйду без разрешения, он взорвется. Но ведь основание будущего может снимать браслет, так что, пожалуйста, снимите. Снимите, а спасите меня. Камару. Ты не можешь. Я не могу. Что я не могу? Как ты думаешь, почему они держат господина в заложников? Они хотят, чтобы основание будущего вмешивалось. Как захват заложника во время ограбления банка, господин Бляква используется в качестве сдерживающего фактора. Значит, если бы основание будущего пришло в этот город, господин был бы... А тогда основание будущего не придет нас спасать? Да-да, что же мне делать? Ты должна бороться с этими детьми. Чего не взялся, с чего она взяла это? Я спасся от них, и ты можешь спасти себе и господина. Это не может быть. Чего она взяла, что он сдерживающий фактор? Нет, это не так. Он тебе безданит, господина. И я тоже не с тобой. Я просто не могу больше. И опять она не начинает. Я не с основания будущего и пика надежды. Я обычная девушка, которая ничего не умеет. Бесит. Комару. Акута, пожалуйста, умоляюте. Спасибо, меня. Быстрее, пожалуйста. Акута, тебе не можешь. Если они не придут сюда, чтобы спасти тебя, господин будет казнен. Макута, тебе лучше не приходите, если ты хоть попытаешься вмешаться. Я убью твою сестру. На смерть. Убьешь. Току, угомонись. Макута. Комару. Комару. Макута, что случилось? Макута. Коми-чан, ты бааааа. Макута. А что это? Почему вдруг это? Разрядился аккумулятор? Нет, не может быть. Это должно значить. Они нашли нас. Кто? Короче, все, на кого хочется, это родственники. Понял? Комару, это сестра Наэги, та сисястая баба с сигаретой, это... А что? Замани нас в ловушку, мы должны поторопиться и выбраться отсюда. Но я еще не закончил разговор с братом. Мы больше не можем пройти, это не имеет никакого значения, сколько бы ты ни говорила, пока господин находится. По этой контролям, основание будущего не может прийти в этот город. Но если это Макута... Что? Отключение? Конечно, тьма. И что происходит? А только успокойся, не паникуй. Неспокойно, я просто делала слишком много голубейких вдохов, вот и все, просто голова закружилась. А это у нее паника. Все в порядке, нам нужно просто убираться. Что-то быстрее, а то я растяну твои щеки как резину. Да, понятно. Все, можно уже не читать. Отлично. Короче, та-си-ся, стая баба с сигаретой, это мама Ясухиро. Потом, кто у нас еще тут был? Вот этот вот мужик с компьютером, это папа... Кого там я забыл? Чехиро, вот. Тут, короче, все они, прикинь. Только я не узнал некоторых людей, кто это вообще нахер такие. Бежим! Не, подожди, как нам выбраться отсюда? А как она побежала в темноте? Сколько херрак? Голова об стену и все. Ну, по крайней мере, теперь она будет немного светлее. А ты че, за хора начался? Ну, там, вроде, уверенно не знает, как выбраться из этого места. Давай попробуем пройти по ее следам. Воу, а что-то... Нет. Да ну нафиг. Какие раз, как ханерская пушка может это увидеть, верно? Да ни хера себе. Ооо... Не, ну, если тут пропущу пасхалочку... Ну, темно, это темно выпустите меня уже. Если я пропущу пасхалку, то, то... Извиняйте. Тут темнота, тут просто черный кран. Вон, там есть что-то. И что? Ага. А это меня удивило. Я думаю, что это молокома. Тогда в золотом скине. Зато, что убил много взрослых. О, вот, блестит. Ладно. А может, ты там не была? А, боже, ты там не пригодился? Это меня сразу не дошло, что она имеет в виду. Вот по-любому тут монокомы будут выпрыгивать 100%. Я тебе говорю. А также я запутался, куда идти. Где я был? Где я не был? Опа. Слышишь, монокомы ходят... Подожди, блестяшка в окне. Я же ее уже видел. Как так вышло, что я... Если я закрываю глаза, я больше не смогу видеть темноту. Так не работает. А, боже, у меня нет на это времени. Блядь, это вообще-то неудобно, че. Так, ну, допустим, нестяшечка. Ох, ё. Охотничьи угодья. Общественная золотовая. Имя демона не Камару. Настоящее имя Гранд Буа. Шерри Люденберг. Снаружи он симпатичный, но внутри весь слизкий, мерзкий. Если вы ослабите бдительности, пойдете слишком близко. Он вас съест за маниевой едой. Гердзе и сожги его пепелогненной атакой. Он может выглядеть как кошка, но кошачья еда не работает. Поэтому выбирайте еду правильно. А кот, это чей родственник? Блин, ну я думаю, полностью мы картину узнаем через этот. Если читать, еще и мангу параллельно, еще какие-то фан-клубы и все такое. Но это я считаю нечестно. Я считаю сюжет плохой, если, чтобы узнать весь, тебе приходится за какими-то там источниками обращаться. Если вы сделаете, сделали линейный сюжет, значит мы должны в течение него узнать все. Они потом сидите догадываться, а что они имели ввиду. А за что, а как? И то нет, ладно, если догадываться. Хорошо, мы догадаться можем. Но если это надо искать вообще везде, все, дай прийти. Твою мать, ты еще не придешь. Если прям везде по всем разным ресурсам искать, то это бред какой-то. Хотя есть еще третья часть, правильно, вот в третьей. Надеюсь, нам уже все оставшиеся расскажут. Хотя я сомневаюсь, как-то можно вписать в сюжет. Блядь, только не книги. Как-то можно, ну, нормально вписать в сюжет. Вот это вот код, родственник того-то. Только разве что вот так вот книгами вбрасывать? Ну, это тоже такое все дела. Блин. Еще вот это вот очень неудобно идти. Ну, круто, следы идут по столу. Каким образом не идти? Ну, я не надеюсь, хотя примерно я правильно иду, правильно. Так, я слышу. Где-то ходит. О, блестяшечка. Понятно, тут тоже стенки. Вот она, давай будем осторожны. Да, правильно, она в темноте, она решила жопой кверху постоять. Куда идти? Там мы вернулись или нет? Тупо по следам идти, это тоже неудобно. Если на меня неожиданно монокума напрянет, то я как бы не успею пролистать. Ага. Где ты? Ага. Отлично. По-моему, я еще слышу одного монокума. Так, я видел блестяшку, сейчас надо будет к ней подойти. Ага. Ах ты, гад. Я сказал, я его слышал. Он блестяшечка. Так. А, я устал от этого, мне нужно зайти в стиральную машину и немного поспать. Ну ладно, книжечки. Это, допустим, мы узнаем про персонажей. Вот про носки и зачем эти книги будут добавлять. Я очень надеюсь, что это как-то объяснится потом. Если нет, то это... Вот опять он идет через стол. Где оно? Опа. Он так сразу нельзя было? Попалась. Ну, нет. Окей, не знаешь, где выход, так? Скажи нам. Нет, скажи мне. И отпустили ее, серьезно? Надо вот за эти рога вот так брать и введи. Цык-цык. А, говори, мне лестница прямо здесь. Вот опять они ее отпустили. Отпустили идеальный вариант для такой чрезвычайной ситуации, как сейчас. Мы и поторопимся и выберемся. Сюрприз. Вот про это я говорю, и нельзя отпускать. Ну что за дебил? Подожди, стой. То есть они через сколько? 21 выпуск по 20 минут минимум. Они догадались, что ее нужно схватить, а потом все равно допустили. Тупорезы. Только. Эй, только. Ой, бой. Хе-хе-хе-хе-хе. Тебе лучше хорошо слушать. Если стирать черную одежду, слишком часто цвет тускнеет. Но и способ борьбы с этим. Это простой метод. Сначала постирай белье, как обычно. Я могу постирать, как обычное белье. У нас огромное. Да, но прежде чем ополоснуть его, добавь в воду совсем немного пива. Белье. 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 Че? Да, добавлю. Я добавлю пива, штампу. Что? А? Пива? И вот так потусневшая одежда полностью восстановлена. Начинаю лучше стирать. Мне кажется, это какая-то аналогия, нет? Белее спасибо, теперь я могу быть идеальным скотом для господина. Скотом. Или скотом все-таки. Скотом. А только возьми себе руки. случилось заблокирован я тронде она придала нас еще немного и я бы взорвалась я думаю что нашим союзником самого начала это же самого начала говорила что хочешь связаться с основанием будущего и теперь это происходит благодаря тебе я попалась в эту проклятую ловушку возникли на себя ответственность ответственность еще разница не хочу слушать твои оправдания просто нужен свет да сами больше света больше нет короче мне кажется что комар не настоящая что это вместо что они все в симуляции помнишь как в первой части было и вместо нее кто-то поэтому она заводила там свет прибивается может ты сможешь сломать эту часть часть мне кажется вместо него кто-то у нас сидит райские заповеди для детей 3 если у вас есть что-то на уме поделитесь этим с окружающими детьми не лезьте в чужие дела например не сумму вы смеете их за то что они читают мангу никогда не пытайтесь помнить какой была жизнь демонами тот кто нарушит правила понесет наказание засунут под кататься в лето засунут под кататься в лево но как то так я не знаю что вы кататься кататься теперь мы можем идти на улицу может под вами тогда вверх одохватности нет я просто счастлива что было кричать об этом но все же хорошо что мы наконец вышли на улицу на что теперь делать не уверен что не спаса спуститься да да я знаю как очень быстро спуститься отсюда но нельзя скилл так отойди да мы не можем за границу выходить было победно если заставили всю башню заново проходить не понял а где там что-то светилась с 3 еще вон 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 видишь коробка 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 почему-то подсвечивается вот так высоко так страшно ты лучше сохранение мне дай слушай если мы упадем то превратимся в желе мы должны их нить осторожно желе а наконец-то дай-дай-дай-дай-дай наконец-то все на на этом все ссылки в описании напишите любая которая поставила видео продвинуться с канал что не пустить следующую серию на этом все скоро увидимся